Ребятки, привет! Сегодня к продолжению моему последнему отпуску хочу вам рассказать, чем я себя порадовала в дьютифре, что я себе купила. Я как-то вам ставила в инстаграме свой wishlist, что я хочу купить, и вы мне также дали много советов. В общем, почти весь wishlist, что я хотела купить, я купила. За исключением тех вещей, которые в Израиле не продаете по тем или иным причинам, по которым мне абсолютно непонятно, почему те или иные оттенки у нас не продаются. Все, что я купила из косметики, я на себе сегодня буду демонстрироваться. Первое, что начнем, это будет уходовое средство от Бобби Браун, такая вот миленькая маленькая коробочка. Это уходовое средство в дорогу, на самом деле, по-моему, так и называется, to go. Это умывалка-бальзам. Я очень люблю такие умывальные средства, вы это уже знаете. Я всегда вечером пользуюсь разными такими или иначе бальзамами, кремами, которые смывают всю нашу усталость и всю нашу косметику за день. У него вот такой вот очень такая консистенция, очень вязкая. И вот такая вот желтая. Я вам сделаю срочно, буду сейчас себя опять пачкать. У этого средства приятный цитрусовый запах, мне такой запах нравится. Он не очень сильный. Он приятный цитрусовый, когда умываешься, этот запах не сильно прям бьет в нос. Уходовые продукты Bobby Brown, они без парабенов, но в них есть глицерин, кто против глицерина. В этом продукте на первом месте стоит глицерин. И на втором месте оливковое масло. Что хочу сказать по поводу этого средства, что если вы так же, как и я, любите вечером умываться разными бальзамами, кремами и тому подобное, я все же советую косметику изначально снять каким-то другим любым средством, потому что эти бальзамы, они не на 100% смывают косметику на моем лице в любом случае. И также, несмотря на то, что это очень такой вязкий, увлажняющий бальзам, он, да, подходит для любой кожи, если вы хотите, чтобы на ночь ваша кожа была напитанная, потому что такие бальзамы, они очень сильно увлажняют и очень сильно ухаживают за кожей. В общем, пока мне очень нравится. Естественно, что цена его, она кусачая, очень-очень-очень. За такой маленький тюбик он стоил 27 долларов. Большая его тюба в раза 3 больше, она там, я даже не хочу знать, сколько она стоит, если честно. Мне эта поездка все покупки Буби Браун и Шанель, вы сейчас увидите. Следующий продукт, что я купила от Буби Браун, это была их компактная пудра, которая называется Nude Finish Illuminating Powder. То есть она должна нам придавать сияние. Одна из моих любимых блогеров Лаура, про которую я вам уже на канале, наверное, 100 рассказывала. У Лауры есть блог, By Now Blow Glitter. Она сказала, что она обожает, обожает эту пудру. И обычно, когда она что-то очень любит, я к этому присматриваюсь, потому что все ее советы всегда как-то попадали в точку. И мне нужна была компактная пудра, и я думала между этой и другой, и решила остановиться на этой, поскольку, почитав также обзоры и разные ревью других людей, в общем, на интернете, очень многим она нравилась. В общем, пудра вот в таком вот, она из тех пудр, которые выглядят вот в таком вот светлом петляре. У меня в оттенке Bare, если не ошибаюсь, это второй из светлых. То есть здесь самый светлый, я не знаю, как он называется, и у меня второй. Она вот идет вот такими вот кубиками. Волшебная пудра. Я не представляю, как я ей довольна. Она просто волшебная. Единственное, что у нее есть блестящий налет. И когда первый раз начинаешь ей пользоваться, то лицо в конкретных блестках. Хотя эти блестки очень-очень мелкие, они все равно блестки, они отчетливо видны на лице. Я не могу сказать, что это такое какое-то сияние, потому что это конкретные блестки. Я вам пыталась как-то это передать близко, но не знаю, насколько вы ее видите. Налет у меня уже на половине пудры сошел, и поэтому пудра уже работает просто как обыкновенная пудра. Пудра супер мелкого помола. Она очень хорошо компрессована. Она замечательно набирается на кисть. Она замечательно передается на лицо. Она делает просто шикарный шлейф лицу. Она держится весь день, закрепляющая, просто великолепная пудра. Я ее, кстати, советую. Также я вам советовала консилер под глаза от Боби Браун. Обязательно присмотритесь к этой пудре, просто шикарная. Следующие два продукта, это два продукта от MAC. Карандаш для губ и тенюшки. Тенюшки одни из самых популярных. Про них уже было сказано столько много. Satin Taupe. Я просто хотела попробовать какие-то новые тени. Вы знаете, что я не любитель красить глаза. И поэтому мне хотелось что-то такое, какую-то однушку или... В общем, хотелось что-то новое. Я решила попробовать Satin Taupe только потому что... Да только потому, что они есть у всех. Многие их любят. У них очень высокий рейтинг. И хорошие тени. И сегодня, когда для вас красилась показать, как эти тени выглядят на моих глазах, поняла, что я ими уже несколько раз пользовалась без базы. Они на мне держатся весь день без базы. Чего не происходит никогда. На мне тени без базы почему-то не держатся никогда. У меня очень жирные веки. Тени без базы держатся, эти держатся. Это великолепно. Что хочу сказать. У них такой оттенок лилово-серо-коричневый. Я думаю, что он многим подойдет, потому что он холодно-тепло-нейтральный такой. В нем есть сочетание многих цветов. Не буду входить в подробности и много про них рассказать, потому что многие про них везде рассказывают. А я могу сказать, что я довольна. Мне такие оттенки очень нравятся. Такие оттенки подходят моему оттенку кожи. Подчеркиваю то, что нужно подчеркивать. В общем, по-моему, отличные тени. Кому интересна их цена в Dutu Free в израильском 19,90. Следующий от MAC продукт был карандаш. Хотела себе карандаш такого просто обыкновенного нюдового нейтрального цвета. И это один из популярных карандашей в последнее время в связи со всем бумом и тем, что происходит вокруг Kylie Jenner и ее линейки косметики для губ и тому подобное. Это один из всех карандашей, которые, по словам многим, она пользовалась. Этот карандаш в оттенке Whirl, если я правильно произношу. Вы видите его на моих губах. Карандаши MAC, вы знаете, что я люблю карандаши MAC. Мне нравится их носить как карандаш сам по себе, как помада. Выглядит как матовая помада, держится весь день. Очень чувствую себя комфортно на губах, на моих лично. Мне помады MAC не сушат губы, даже матовый и даже ретро-мат. Поэтому вы должны знать свои губы. Если вам они сушат, может быть, и карандаш вам будет сушить, и мне не сушат. Не могу сказать, что на мне это выглядит супер-пупер классным нюдовым цветом. Он такой, выскажите свое мнение, как вам кажется. Но для под другие помады, для контура он ничего. Потому что у меня был другой, который называется Subcounter, и он просто дурной. Нехороший карандаш, он мне очень нравится, и поэтому я искала замену ему какую-то. И поскольку я абсолютный фанат помад и карандашей MAC, я, конечно же, остановилась на MAC. Следующая новинка, которая у меня появилась, это вот такое вот компактное средство, тональное средство от Revlon. Revlon Colorstay. Вы все знаете, наверное, тональники Revlon Colorstay обыкновенные, стандартные, которые пользуются огромной популярностью в мире. Это новое средство, которое идет компактное. Тональник и консилер идут вместе. Вот это большое, это тональное средство, это маленький, это консилер, соответственно. Консилер. Оттенки точно такие же, как и в обыкновенной линейке Colorstay. Консилер идет на два оттенка светлее, нежели тональное средство, для того, чтобы он высветлял. И здесь внизу еще есть также маленькое зеркальце и есть спонжик, которым можно все это наносить. Я его, конечно же, намочила и тогда наносила. В общем, что хочу сказать по поводу этого средства. Если честно, оно меня очень-очень приятно удивило. Несмотря на то, что когда делается свотч, у него такое как бы жирненькое, жирненькое покрытие. Я когда его первый раз нанесла, думаю, о, какое жирненькое покрытие, но он в лице будет, наверное, блестеть. Но нет, на лицо оно садится. Во-первых, легко наносится. Что интересно, я пальцами никогда ни одно средство не ношу. Я его наносила пальцами. Замечательно растушевывается пальцами из тех, кто из вас любит растушевывать пальцами. А наносится хорошо. Оно садится на лицо тоже очень комфортно. Никаким образом ничего не жирное. Вообще, Colorstay не рассчитана для проблематичной кожи. Кожи, которая склонна к высыпаниям. Поэтому они обычно все oil-free. И, соответственно, несмотря на то, что они, может быть, чувствуются более-менее плотными тональными средствами, должны на лице сидеть как можно более комфортно. Я изначально также думала, когда делала свотч, что это будет плотный такой, плотное тональное средство. Но нет, оно на лице оказалось легким. Да, если его наслаивать, можно дойти до среднего, но ни в каком случае не тяжелое покрытие. В общем, чем мне это удивило, что просто на лице это чувствуется очень-очень комфортно. Я, конечно же, это дело закрепляю пудрой от Bobby Brown. Очень мне порадовало тональное средство. Хорошо сидит на лице. У этого тонального средства немножко неоднозначные отзывы по всему миру. Но, если честно, мне очень даже понравилось. Поэтому, если вы ищите, попробовали для себя какую-то новинку и вам нужны данные средства, обратите на нее внимание, пойдите, попробуйте. Кому интересно, у меня оттенок 200. Ньют, по-моему, называется. Тут написано N-U, но, по-моему, это ньют был. Следующее, что я купила у меня, помните, я вам рассказывала про тушь от Clinique, которую я пробовала в прошлом, позапрошлом, я даже не помню, в каком. Что она мне абсолютно не понравилась, поэтому я решила... У меня закончилась моя предыдущая тушь La Volume de Chanel. Вы знаете, что я из тех, кто любит эту тушь. И я решила в этот раз купить ее заново, поэтому пошла и купила. Кому интересно, в Dity Free у нас она стоит 35 долларов. Про нее много чего было сказано. Я лично ее люблю, она дает драму, она дает моим ресницам объем. На мое восприятие, поэтому я люблю эту тушь. И также я люблю тушь Baby Donald Yves Saint Laurent. И та, и та склонна осыпаться, поэтому, когда у меня тушь начинает осыпаться, я просто ее откладываю на неделю-две полежать, и тогда она перестает осыпаться. У меня со всеми тушами это работает. Поэтому, если ваша тушь осыпается, отложите ее на недельку-две-три куда-нибудь в ящичек, и потом начинайте заново пользоваться. Это должно помочь. Следующий продукт, который был давно в моем вышлисте, и вы мне многие сказали, что он просто офигительный продукт, это тональное средство в виде пудры от Chanel. Это тональное средство, оно идет вот с маленькой кисточкой, вот в такой вот маленькой упаковочке. Я очень-очень хотела попробовать. Кому интересно, оно стоит 69-90 долларов в нашем Dity Free. И у меня номер 20, потому что я потом забуду. У меня номер 20. Также в их пудре светлой, которая La Beige, у меня тоже номер 20, поэтому я сразу покупала номер 20, потому что номер 10, я знаю, что он очень светлый для меня. И мне сказали, что это классное средство, и я начиталась много отзывов, и все очень его советовали, все только говорили одно но, что цена высокая, и может быть в каком-то месте эта цена не оправдывает эту пудру. Я соглашусь, что цена высокая, но санельские продукты дорогие, мы все это знаем. Что могу сказать по поводу этой пудры? Пудры и тональник. Это единственная вещь, которую я сегодня на вам не демонстрирую, потому что я наносила ревлон и хотела смываться и наносить заново Шанель, поэтому Шанель обязательно вам продемонстрирую в каком-нибудь другом видео, когда так или иначе буду говорить о косметике. Здесь есть 10 грамм, что это не много и не мало. Она идет вот так вот, с таким сисечком. Сейчас я растрясла, тут очень много средств, куда мы, не могу сказать, тыкаем, не могу сказать, тыкаем, а кистью и потом наносим на лицо. Когда я решила покупать себе эту пудру, я искала что-то легкое, что мне будет комфортно наносить летом, что мне не будет жарко, что будет выравнивать тон лица, что будет придавать какое-то лицу сияние, что моя краснота будет скрыта, но вместе с тем не будет никакого плотного и сильного покрытия, что-то, что не нужно будет наносить сверху еще пудру какую-то. И как раз, почитав отзывы, я поняла, что это как раз будет одно из тех средств, которые может мне подойти. Вы знаете, что я вообще любитель пудры и любитель тональников от Chanel. Не все мне подходят, не все мне нравятся, но 80% из того, что я пробовала, мне нравятся. Что могу сказать, я очень-очень довольна этим средством. Она дает как бы эффект второй кожи. Я знаю, что это громко сказано, но вместе с тем так оно и есть. Она дает очень-очень легкое покрытие, она маскирует все такие мелкие неровности, не какие-то большие неровности, а мелкую какую-то красноту. Она дает очень комфортное, красивое, сияющее покрытие. В общем, держится весь день. А я как раз купила и взяла его с собой. С Дьюти Фрипп мы полетели в Грецию. И в Греции было очень-очень влажно. Влажность, которая я вообще абсолютно непривыкшая. И вместе со всей жарой, с тем, что мы целый день ходили, гуляли, и со всей влажностью это средство просто фантастически с надосновым лицем. Даже могу сказать более того, чем больше я находилась на улице, и тем, чем более я ходила, тем более я была усталой, тем лучше мое лицо выглядело. Как-то это средство действительно вытаскивало все самое лучшее с моей кожи. Ну и предложение. По поводу кисточки. По поводу кисточки тоже было много дебатов. Кто-то из девочек мне сказал, что кисточка отличная, кто-то из девочек мне сказал, что кисточка бестолковая, вообще нет никакого толка. Я могу сказать, что мне кисть очень понравилась. Я попробовала все кисти свои с этим тональным средством. И больше всего мне нравятся эти каблуки, которые вместе с ней идут. Я только вот не могу понять, и нигде не нашла толком, из чего это сделано. То ли синтетика. Ну, думайте, все-таки синтетика. Я думаю, что это синтетика, но я могу и ошибаться. Если вы знаете, напишите. Очень-очень плотно набитая. Минус ее в том, что она берет ее высохнуть дня два. То есть она миллион лет сохнет после того, как ее моешь. Поэтому для меня это немножко минус, поскольку я кисти мою очень часто. Я их мою по 2-3 штуки. Ну, почти каждый день, потому что я не люблю грязными кистями пользоваться. То есть не грязными я кистями, которые я уже пользовалась. Не люблю ими заново наносить ничего. Вот, поэтому мне больше всего ей нравится наносить. Она красивше всего наносит это средство и дает то правильное покрытие, которое вы ожидаете. Еще одна покупка от Chanel, которая была абсолютно спонтанной. Я очень хотела двое румян. И ни того, и ни того не было ни в одном из Duty Free. Ни там, ни тут. И у нас, несмотря на то, что в Израиле, есть много марок, которых нет в Израиле. У нас есть, например, в Duty Free Armani, Tom Ford, Barbary, Elena Rubinstein. Очень много марок, которые не продаются в самом Израиле, а продаются только в Duty Free. И я хотела двое румян, двое оттенков просто не было. Поэтому, когда мы летели обратно, то я купила себе в Duty Free в Греции просто на обум... А, я хотела там румяна в стике. Их тоже не было, закончились. В общем, я себе решила купить просто так румяна, потому что я не удержалась. В общем, я купила румяна от Chanel. Вы знаете, что я не люблю румяна от Chanel. У меня были румяна от Chanel Rose Cream. И они просто были дурацкие. Я их потом смешала с королистой. И только так я ими как-то пользуюсь. Они были просто ужасные. Вообще не наносились таким образом. Здесь я попробовала их. И думаю, слушайте, ну хорошо смотрится. И даже консультант говорит, ой, она так хорошо сливается с твоей кожей. Я думаю, что тебе они очень подойдут. Они у меня уже успели очень круто упасть. Поэтому, надеюсь, они мне из них не вывалятся. В общем, вот такой вот оттенок. Оттенок он в номер 60 Innocence называется. Вы его, наверное, видите все-таки как розовым. Кстати, говорят, что он очень похожий на розу Green, который, по-моему, был 68, 67, что-то такое. У него сатиновый финиш. У него, как обычно, запах шанелевской розы. Как мне кажется, он очень подходит моему цвету лицу и моему оттенку кожи. Он выглядит очень-очень естественно. Эти румяна по сравнению с теми. Очень рыхлые. Они легко набираются. Они легко наносятся. В общем, я им очень довольна. Это было абсолютно спонтанно, не запланированно. И не собиралась уже я точно во веки веков покупать румяна от Шанель. И просто этот цвет как-то уже нанося на руку на сводч. Я всегда сводчи сделаю здесь. Меня как-то думало, о, хороший цвет на каждый день. И он действительно хороший цвет на каждый день. В общем, кто не пробовал, попробуйте. К сожалению, они стоили в Греции немного дороже, потому что там все в евро. Все, что у нас стоило в долларах, у них стоит в евро. В общем, они стоили 635. И последнее, о чем мы сегодня с вами поговорим, это будет мой новый перфюм. Ну, это не перфюм, наверное. Это нет. А перфюм. Парфюм. Новый аромат от Calvin Klein, который называется Deep Euphoria. Euphoria, она есть во многих вариациях. Запах, который у меня был, оригинальный запах, он у меня был пару лет назад. Я его очень любила, полностью закончила, как я обычно заканчиваю все свои духи. Люблю, не люблю, всегда заканчиваю. И это новый вариант Deep Euphoria. Вот такой вот красивый стеклянный бурганди. Фиолетовый бурганди бутылек. Бурганди, как говорится, бурганди. Короче, не помню. Вы меня поняли. Такой вот красивый сиреневый фиолетовый темный бутылек. Выглядит сразу вечерним ароматом. Это сладенький аромат. Сладенький аромат. Но он себя оппозиционирует, как свежо-острый аромат. Fresh, spicy. Вот именно как он себя оппозиционирует, так я его чувствую. Он действительно свежо-остренький аромат. Здесь в нотках есть четыре вида цветов. Роза, гераниум, пионы и еще что-то, что я не помню, конечно же. И здесь также присутствует пачули. В Израиле вообще очень любит пачули. Очень часто в разных средствах для ухода, для тела и в запахах для дома пачули очень много где есть. Поэтому в Израиле очень любит пачули. Хотя к Израилю, в принципе, это не имеет никакого отношения. Вот. Здесь также присутствует пачули и он сразу выделяется. Когда наносишь на кожу, он сначала такой резко-острый-сладкий. Кто-то даже говорит, что, когда я читала отзывы, что он более такой юнисекс запах. Но нет, я не соглашусь, что он юнисекс. Он изначально кажется юнисекс, потому что обычно мужские запахи, они вот такие вот как раз остро-свежие. Но потом он успокаивается и уже на коже он становится более таким отдаленно, свежее, сладенько, цветочно-бархатным. В общем, так как-то я его чувствую. Хороший запах, можно наносить его и днем, и ночью, и на работу, и на отдых, и везде. Несмотря на то, что он сладенький, он, наверное, более осенний, может быть, и весенний. Конечно же, зимний, даже летний, если вы живете в холодных странах. Ну что, ребята, это был весь мой отчат. Все мои новинки. Как я вам сказала, почти все новинки я очень-очень-очень люблю. Не почти все, а все новинки очень-очень люблю. Просто от каких-то я в полном восторге обязательно их повторю, 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 как пудра от Chanel, как пудра от Bobby Brown. Есть какие-то новинки, что вот, например, этот крем от Bobby Brown, я не уверена, что я повторю. Но в любом случае попробовать я очень-очень хотела. И на этом все. Надеюсь, вам было интересно. Жду ваших комментариев. Мы увидимся на следующей неделе. Пока!